Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире радиостанции «Голос надежды» звучит программа студенческого радио из Заокска. Добрый день, дорогие радиослушатели! Вас приветствует студенческое радио «Зауэфэм». И начало выпуска сегодня будет немного необычное. Мы со Светой приготовили небольшую перепалку, перестрелку. Итак, Света, вот тебе парочку философских вопросов. Случайно ли ты появилась на этой земле именно такой, какая ты есть? Ведь самое малейшее изменение в твоей клетке, когда только зарождалось, и ты был бы абсолютно другим человеком, с другой внешностью и другим характером. Даник, случайно ли, что ты оказался именно в том месте, где тебя окружают именно эти люди? Случайно ли эти люди? Встречный вопрос. Случайно ли ты попала в Заокский, Света? Даник, случайно ли ты учишься здесь на два факультета сразу? Случайно ли ты оказалась на радио Зауэфэм? И случайно ли ты оказалась именно ведущей? Случайно ли сегодня на записи у нас одинаковый цвет одежды? Случайно ли со мной, друзья? Очень-очень-очень важная тема случайности в нашей жизни. Случайно ли они? На все эти вопросы поможет нам ответить наш сегодняшний абсолютно не случайный гость, который мы услышим после музыкальной композиции. Заходите на сайт нашего университета. www.zau.ru Проэкциям Плоэкциям Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Прекрасно, Света, прекрасно. Я уверен, что тебе будет что сказать по данной теме, но сначала... Сначала расскажи нам немного о себе. Откуда ты к нам приехал? Почему именно на Богословский поступил? Любимое блюдо? Шоколад. Я приехал с Украины. Откуда конкретно? Я вообще с Киева, но родом я в Черкасской области. Так всё-таки деревенский парень или городской? Да, деревенский. Отлично. Да, вот так вот случилось, что я пять лет учился в Киеве, и после этого я решил, что я хочу быть пасторем. Поступил в Бучино, Богословский, два года поучился там, и приехал потом сюда. А до этого Высшего у тебя закончили на какой специальности? Историк. Историк. Вот так. Хорошо. Это случайно получилось, что ты на Богословский поступил? Ну как случайно? Случайно. А, ты в контексте сегодняшней темы. Хорошо, отвечай, Дмитрий. Так получилось, что в конце пятого курса я... Ну, наверное, стоит начать ещё даже чуть раньше. Вот после школы я думал, может быть, поступить на пастора, там учиться. Но сначала я как бы, наверное, испугался тех трудностей, которые встречают пастори, потому что я видел, что в моей церкви, допустим, бывало. И я подумал, зачем мне быть пасторем? Ты христианин с детства, да? Ну как, мама приняла крещение, когда мне было 10 лет. Где-то в 14 я начал ходить в церковь, и в 15 крестился. Ну, в общем, так получилось. Ну, в общем, на Богословский я попал не случайно, короче говоря. Пастор, один из моих любимых пасторов, Самвел Григорян, он сейчас в Америке живёт, однажды сказал такую фразу. Вот, Света, мы тут со Светой спорили перед эфиром, где же мы её впервые услышали? Нет, ни из мультика, ни кунг-фу панда. Я услышал её впервые от своего пастора. Он сказал простую вещь, и целая молодёжка была по этому поводу. Он сказал, что любые случайности в этой жизни не случайны. И особенно у Бога случайности не случайны. Вот, может, ты с ним согласиться или опровергнуть его утверждение? Могу с ним согласиться. А вот что это означает? Фраза красивая, попахивает тавтологией. Да, очень красиво. Плеоназмом. Плеоназмом, повторение. Что же это значит? Ну, это значит, что у Бога всё под контролем. Люблю тех, кто отвечает лаконично. Да. Как Александр Анатольевич Лисичный пришёл и за полминуты ответил на половину вопросов. А мне на 15 минут выпуск надо делать. Хорошо, знаем таких, знаем таких. Следующий тогда себе вопрос. У нас вопросов сегодня предостаточно, потому что тема обширная и интересная. Стоит ли искать какой-то скрытый смысл в том, что происходит вокруг нас? Может быть, случайность – это какая-то судьба? Да, люди любят что-то себе додумывать. Что вот это произошло, потому что вот это. Или вот это мне в наказание за то-то. Или я встретил того человека вот не просто так, а потому что вот такая вот судьба то-то, то-то, то-то. Что ты скажешь по этому поводу? Ну, люди правы. Но, наверное, они тоже додумывают. То есть бывает и так, и так. А бывало ли у тебя в жизни, когда ты встречал кого-то, как тебе казалось, на тот момент случайно, но в будущем оказалось, что эта случайность была не случайно? Ну, что-то я не могу вспомнить такого. Оно вообще было, наверное. Ну, было, знаешь, как-то так необычно, вот что вспоминается. Вспомнилось просто с моей соседней там общины, откуда я родом, в Киеве как-то в вагоне метро человека. Вот. И я помню, что я опаздывал, и что-то меня как бы задерживало, когда ехал в университет. И как-то потом я подумал, что, наверное, не зря я опаздывал, и, может быть, Бог меня задерживал, чтобы я как бы вот так его встретил, поговорил. Ну, то есть вот такие моменты, ну, я не знаю, действительно ли это так, ну, или, может быть, это какое-то совпадение, я не знаю. Получается, мелочи в нашей жизни продуманы. Каждая. Знаете, я вспоминаю историю, я её прочитала в социальных сетях. Может быть, вы тоже читали, когда было происшествие в 2001 году. Теракт. Теракт в Нью-Йорке, да? Один человек писал, что, одна женщина писала, что она опаздывала на работу, она как раз работала вот в этом офисе. И у неё очень сильно заплакал ребёнок, она не могла его успокоить. Она начала нервничать, она опаздывала на работу. Ну, и как выяснилось, это не зря ребёнок заплакал-то, понимаете? Это случайность вроде бы, но она не случайно оказалась. Получается, это Бог всё сделал, правильно? Другой человек шёл из дома и облил на себя кофе. Он вернулся, чтобы переедить рубашку, и в итоге так спас свою жизнь. Кто-то не смог поймать такси, ему пришлось ждать. И целая книга, по-моему, посвящена вот таким необычным историям. Да, но у меня остается вопрос. Кто-то не пролил кофе, у кого-то не заплакал ребёнок, и кто-то поймал такси. И в результате оказался в том доме, куда попали самолёты. Как это объяснить? Здесь мы задаём вопрос. Нет, на самом деле, это, наверное, один из главных вопросов. На самом деле, что мы не знаем, как это происходит и почему. Просто мы можем ставить факт, ну, как бы констатировать факт, что там действительно помог Бог. Это есть. А почему там не помог, не знаю. Мы можем быть уверены, что всё это 100% под контролем Божьим. Конечно. Конечно. А не возникает у вас ощущение, что... Подожди, у меня было более крутое объединение на этот вопрос. Ладно, хорошо. Смотрели ли вы фильм «Матрица»? Я смотрела. Я смотрела. В чём суть? В том, что на самом деле всё, что мы вокруг видим, это неконтролируемо нами. Всё это в нашем воображении. Мы находимся... Проекция. Проекция, да, в колбочке в какой-то. Не возникало ли ощущение, что мы, да, мы находимся на какой-то сцене, и всё, что происходит вокруг нас, оно происходит по конкретному сценарию, и от нас, в принципе, ничего не зависит? Интересный вопрос. Не возникало. А что делать... Ну, подожди. А что делать тем людям, у которых возникает? Дай сказать мне. Всему своё время. Всему своё время. А что делать тем людям, у которых возникает? Что мы им можем сказать? Те, кто верят в судьбу и в то, что всё предписано, неизвестно кем, может быть, свыше, не так я тоже верю в судьбу. Получается, всё прописано, и у нас нет свободы выбора. Сложно сказать. Всё до мелочей рассказать. Я знаю только то, что Бог даёт нам свободу выбора. Если это делаю я, то это делаю я. Что-то делает Бог. Но до конца сказать, где эта грань прилегает. Ну, где это? Что делает Бог, а что я до конца? Что под влиянием Бога? Сложно сказать. На самом деле, никто этого не может объяснить. Но точно мы знаем, что Бог влияет на этот мир. И от моего выбора тоже много чего зависит. И то, что я делаю, это я делаю. Это не какая-то матрица. Это я. То есть, это не случайность. Это мой выбор, да. Всё-таки сохраняется вопрос в нашем разуме. Ну, а где же эта грань? Вот я сегодня делаю выбор. Я могу пойти на пары, а могу, как недобросовестный студент, остаться дома и прогулять их. Вот я стою перед выбором. Бог знает, что я выберу? И от того, что Он знает, что я выберу, моя свобода не ущемляется? Нет. Поподробнее. Он знает, получается, все наши выборы наперёд. А где же тогда свобода, если Он знает, что я выберу? Знаете, как в Библии, когда Бог предсказывал, что выберет человек. Но этим Он хочет показать, что Он знает будущее, и что всё в Его руках, и будущее тоже в Его руках. И то, что Он Бог, тем, что Он предсказывает, допустим, пророку Даниилу, Он показал, что Он Бог. Но как Богу, ну, какая-то, может быть, такая проблема, вот Бог перед ней стоит, как Богу показать, что Он знает будущее так, чтобы Его не обвинили в том, что Он это делает. Это сложно. Но на самом деле у человека есть выбор, а Бог просто показывает, что Он знает. Он как бы стоит дальше, Он выше этого. Вот и всё. Но бывают моменты, когда у тебя нет выбора. К примеру, ты идёшь на улице, или ты зашёл в автобус, случайно стукнул девушку, она на тебя посмотрела, вы пересёклись взглядами, и всё. Через год женились. Через год женились. Вот она, случайность. Ты никакого выбора не делал. Так, это Бог, получается, подстроил, или что это? Вообще, что такое случайность? А может быть, и Бог построит. Это не случайность, если это Бог сделал. Так вот как узнать, все случайности от Бога? Видимо, не все. Всё равно для меня закрыты вопросы. Да. Потому что для всех закрыты, никто не может сказать точно. И никто тебе не ответит на это в 100%. Я просто знаю, что я делаю выбор, я живу вот так. Смотрю, хожу, живу просто. Получается, вопрос о случайностях, он не до конца открыт человеку. Я знаю, да, это так. Но я знаю, что когда я покоряюсь Богу, я под Его влиянием. Я пускаю Его в свою жизнь. Я верю, что Он руководит мной. И мне уже даже не важно, случайность это не случайность. Мне уже вообще этот вопрос не стоит. Потому что я знаю, что Бог мной руководит. Если Он это так сделает, как случайность... Продолжай, продолжай. По-моему, это основная мысль сегодняшнего эфира. Ну, это, в принципе, основа. Получается, мы не должны переживать о том, откуда пришло это событие, если мы доверяем Богу? Да. Но бывает, что дьявол подстраивает что-то, и мы думаем, что это от Бога. Но есть ли у него вообще власть вмешиваться в нашу жизнь? В Библии, допустим, написаны вот такие моменты, когда злой дух от Бога пошёл и сделал то-то и то. И когда человек читает эту Библию, он думает, как это злой дух пошёл от Бога. Но вот в древнем Израиле Бог хотел евреям мысль эту в голову вбить, что всё, что не происходит, оно под руководством Бога. Теперь мы знаем. И позже, допустим, когда эта история описана два раза, в книге «Царство» и в книге «Паралипоменон». И мы знаем сегодня, что книга «Царство», она была написана раньше, а «Паралипоменон» позже. То есть, когда евреи развивались вот этой мысли своей богословской, когда они понимали уже, что это такое, то в книге «Паралипоменон» написано, что это от дьявола дух злой отошёл, а не от Бога. То есть, постепенно Бог открывал им. Но под контролем Бога. Да. То есть, всё под контролем Бога. Если даже дьявол что-то делает, а я под контролем Бога, то это только из допущения Бога. И зачем мне? Мне не страшно уже. Пусть сделает Бог, наверное, делает какую-то проверку, я не знаю, но если я доверяю Ему, всё будет хорошо. Знаете, чем ещё это? Человек всегда радует меня. Спокойствие в любой ситуации. Да. Он даже в жизни так. В первой части ты сказал, что всё, что не делается, делается к лучшему. Тогда возникает вот вопрос. Точнее, не вопрос, вот эта фраза. Получается, что это утешение для слабых или это сила сильных? Ну вот, только более глубже ответь, пожалуйста. Света жаждет чего-то серьёзного. Да. Получается, правда ли, что всё, что не делается, делается к лучшему? Или это отмазка, которую люди для себя придумали, чтобы им просто легче думалось, что вот так произошло? Чтобы они не напрягались в жизни и всё. Я видел так в жизни человека, который ищет Бога, который не закрывается для Бога, который оставляет свои грехи. Для него делается всё к лучшему. Но я видел и другое, допустим, когда человек в чём-то не раскаивается, и он об этом знает. И он идёт по накатанной. Когда он не может оставить грех, сатана всегда держит его за это. И он тянет его. И он всегда делает так, чтобы взять его за эту лазейку и до смерти довести. Потом получается так, что человек отходит от Бога, он оставляет церковь, он где-то обижается. Я, допустим, знаю случаи, когда человек просто издевался над преподавателем. И так постепенно он сходил, потом смотришь, какое-то время происходит, а он уже не учится в академии. И ты просто между этими двумя событиями проводишь параллель. Ты понимаешь, почему он там. Потому что он где-то вот это вот допустил в своей жизни постоянно. Вот допускал и не останавливался. И с этого назад взялся и добил его. А эта лазейка, она, по-моему, не допускает Бога в это вмешаться. И Бог хочет помочь, но не может. То есть, получается... В этом и есть наша свобода. В том, что мы свободны впускать или не пускать Бога в свою жизнь. Да. И получается, эта фраза «всё, что не делается, делается к лучшему» применима только для тех людей, которые находятся рядом с Богом. Под Божьей юрисдикцией. Да. Да. Хотя тоже момент. Мы не можем всегда... Мы не можем ограничить Бога. То есть, Бог может вмешаться в жизнь человека как-то по-другому. Даже если он не в церкви, нигде-то вообще не верил в него никогда. Но может просто кто-то помолился за него. Или даже может вообще не молился. Но Бог может вмешаться в жизнь человека. Мы не можем его ограничить. И сказать, что «Боже, ты тут не можешь вмешаться, а тут вот ты только можешь». Бог вне этого. Но тот, кто Бога отвергает, он однозначно идёт к худшему. И если он не будет жить по-божьему, ну к чему он придёт? К вечной смерти. Всё просто. Ну да. Когда две компании заключают какой-то договор, то есть такой пункт, как форс-мажорное обстоятельство. Это если что-то пойдёт не по плану, если произойдёт какая-то непредвидимая случайность, то эта компания обязуется сделать то-то, а эта обязуется сделать то-то. Есть ли у Бога форс-мажоры? Есть ли у него что-то непредусмотренное? Ведь жизнь течёт, люди делают разные выборы, происходят разные события. Тысячи вариантов. Потому что если я сейчас пойду сюда, моя жизнь пойдёт абсолютно в другом русле. Сюда, в третьем русле. Там, я не знаю, выберу это учебное заведение, я стану тем. Выберу другое, стану абсолютно другим человеком. Миллиарды вариантов в жизни каждого, а таких жизней ещё миллиарды. И вот возникает вопрос, всё ли у Бога спланировано и есть у него ответ на и какой-то, я не знаю, заранее приготовленный план на каждый случай жизни, либо он не готовит заранее, я не знаю, импровизирует, либо у него бывают неожиданности, бывают форс-мажоры. Я молюсь о том, чтобы исполнить тот план, который Бога на меня. Он знает меня лучше всего, лучше, чем я себя сам думаю. Мне кажется, что я бы пошёл так, и мне было так лучше. Но я молюсь о том, чтобы Бог показал, как мне лучше. Знаешь, это так, как с моей учёбой. Вот я пошёл на исторический. Мне нравилось там учиться, но в конце пяти лет я понял, что я всё равно хочу служить Богу. И я стоил на колени и попросил, Боже, покажи мне. И он ответил. Так случилось, что он ответил. И я знал, что он отвечал моей жизни. У меня такой момент, вот я еду в церковь, говорю, Боже, у меня брюки уже на меня тесны, и я не могу не ходить. Пошли мне новые. Я приезжаю в эту церковь, подходит сестра, моя подруга говорит, вот это с моего брата. Даёт мне пакет, которым брюки, пояс, рубашка, пару штук. Я понимаю, что это прямой ответ от Бога. И я видел, как он отвечает постоянно. И на это он тоже ответил, когда я попросил Боже, я хочу служить тебе, покажи мне. Да. Хочешь? Давай. Ты можешь пойти в жизни тысячами дорог. Ну, в любой, если ты будешь с Богом, Бог будет уважать твой выбор. Будешь ты парикмахером, будешь менеджером, кем бы ты ни был, будешь работать в студии, на радио, и Бог будет с тобой. Потому что Он уважает твой выбор. Понимаешь? Когда Бог дал Адаму задание назвать животных, и Адам назвал, Бог не переименовывал животных, потому что Он согласился с тем, как их назвал Адам. Понимаешь? Вот эта реальность свободы. Ты выбираешь ее, и Бог действительно ее уважает. Евреи хотели пойти в землю Храндск. Бог их выводит. Ну, они сначала не хотели. Бог их выводит. Бог говорит, вы идете так. Они сказали, да нет, мы не войдем. Они там возроптали, не поверили. Они могли войти быстро. Но так как они еще каялись и оставались верными Богу, Он говорит, хорошо, не пойдем так, пойдем так. Сорок лет. И сорок лет. Я что-то так, не знаю, на свою жизнь параллели бросаю. Ну, хорошо, ты не хочешь идти на Богословский? Хорошо. Едино-эсторически. Проучиться пять лет, да. Ну, пойдем вот так. Хорошо, я буду с тобой. Давай, пока ты не понял. Хорошо, давай. Пойдем так. Получается, у Бога есть заранее приготовленный план, а мы все равно отходим от этого плана. Выбираем свое. Но Он до конца хочет привести нас вот к этому идеальному плану. Просто я понимаю, что в Бога есть что-то лучшее для меня всегда. Я понимаю, что Он не идеальный, потому что я не идеальный. И как Он будет меня вести? Я не знаю. Я молюсь о том, чтобы жить по Его плану. Чтобы мой выбор – это был Его выбор. А Его выбор – мой. Вот мне нравится, когда Элена Уайт пишет об этом, что когда мы приближаемся к Христу, становимся все более на Него похожи. Наш выбор становится Его выбором. То есть то, что мы выбираем, выбрал бы и Он. Это радует. И в любой момент жизни мы можем перейти на Его план для нашей жизни? Конечно. И получается, вообще можем ли мы, как сказать, влиять на случайности? Ну, так называемые случайности. Потому что от разговора я поняла, что случайности уже не существует. Да. Мы можем влиять. Вся наша жизнь – это влияние на случайности. Вся наша жизнь состоит из кучи случайностей. Например? Ну, ты идёшь куда-то в магазин, но ты не знаешь, что там будет. С тобой что-то случается, и это случайность. Понимаешь? То есть вся жизнь – она случайность. То есть если это философски подойти, то можно много чего надумать. Ну, как бы человек сам придумал это слово «случайность». На самом деле это не случайность. Случайность получается то, что происходит тогда, когда ты его не ожидаешь. То, что как-то бывает в твою жизнь неожиданно. Получается, неожиданность равно случайность. Получается, у Бога случайности нет. Случайности есть только у людей. И одна и та же ситуация с человеческой стороны случайность, а с Божьей стороны – это то, что он всегда видел, да, и он в курсе. А тоже, может быть, можно такой параллель простика, это друзья что-то готовят на день рождения. Я помню, мы одному другу моему готовили, его девушка с другого города была, и мы сделали так, что спрятали её в шкафу в его квартире. Кошмар. Отличная идея. И мы, короче, отвели его, там всё, заходим ему в квартиру, ну, там она его позвонила, поздравила, как бы всё. И шходим в квартиру, она открывает шкаф и выходит, и он в таком шоке. Как бы это было для него, ну, случайность, сюрприз, но о нём знали мы, понимаете? То есть для него это была случайность, но для нас нет. Я думаю, что Бог также для нас это готовит. Значит, если в какой-то ситуации знают ещё какие-то люди, то это не является случайностью. Случайность – это то, что никто не знает, что с тобой может произойти, только Бог. Ну, можно и так сказать? Ага, ясно. Ладно, время уже к концу, да? Да, к сожалению, время заканчивается, и это не случайность, мы знали об этом заранее, что как бы интересно ни было, придётся подводить итоги, и что-то ещё интересное придётся сказать. Да, придётся тебе сказать пожелания нашим родослушателям. Да даже не придётся, а, пожалуйста, скажи, а то мы как-то принуждаем. Ну, слушайте, мне, наверное, пожелаю больше приятных случайностей от Бога. Хорошие пожелания. Спасибо, Катко, и в тему. Друзья, мы сегодня подвели простой итог и сделали следующие выводы случайности в нашей жизни не случайны. И даже если нам они кажутся случайными и хаотичными, у Бога всё под контролем. Если мы будем идти по его пути, то он приведёт нас к лучшему. Давайте верить в это и идти вперёд. Большое спасибо за диалог. Спасибо тебе, Дим. Пока. Всего доброго. Пока. Так случайно ли всё то, что происходит с нами? Случайно ли место, время и те люди, которые нас окружают? Нет, друзья, у Бога случайностей нет. Случайности могут быть только у людей. Наш Бог безграничен и всемогущ. Давайте верить Ему. Верьте в Божий план. И слушайте за УФМ. С вами были абсолютно неслучайные ведущие Светлана и Даниил. Всего доброго. Наша передача на этом заканчивается. Ждём ваши отзывы об этой программе. Пишите нам по адресу 127 473 Москва, абонентский ящик 3, христианская радиостанция «Голос Надежды». Адрес нашей веб-страницы в интернете – www.golosnadежды.ru До свидания. Господь да сохранит вас всех от зла. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»